Я Макаров Сергей, я известный директор Национального центра финансовой грамотности, спектр проекта Минфина по повышению финансовой грамотности. И достаточно давно уже в этой теме провел приличное количество всяких образовательных, не только мероприятий, участвовал в разработке разных материалов. Ну что, начнем, давайте начнем с первой темы. И первая тема будет касаться личного финансового планирования, которое, в общем, любой планом отталкивается от такой штуки, как цели. Но прежде чем перейти к рассказу о том, что такое цель, и финансово как вставить, и что с этим делать, я бы хотел поговорить вот о чем. Говорить про практическое применение финансовой грамотности и того, как это отражается в вашей жизни. Потому что, по большому счету, финансовый грамотность по сочетанию такая какая-то отвратная история, в том, что я знаю, что такое поиска, или не знаю, что такое поиска, или я знаю, или не знаю, что такое сложный процент, или что такое страхование. По большому счету, очень важно, чтобы вот эти знания так или иначе применялись в вашей жизни. А если мы эти знания не применяем, то вот это наше отсутствие или недостаточная финансовая грамотность, она влияет на те решения, которые мы принимаем финансовые, и напрямую влияет на наши финансовые положения. Потому что если мы не планируем наши доходы, расходы, какие-то крупные покупки или использование различных каких-то финансовых инструментов, то мы в итоге можем где-то переплатить, где-то недополучить прибыль, где-то взять кредит, который нам не нужен, где-то не воспользоваться услугой, например, рефинансирования. Про это отдельно, естественно, расскажу. И в результате мы будем платить кредит больше, чем на самом деле анализы. Не получаем налоговые вычеты. Вот это все в целом, это как раз говорит о том, что есть над чем подумать, и есть, что получить с точки зрения финансовых грамотностей. Я сейчас здесь буквально 6 таких примеров, я сейчас коротко по ним пробегусь, не буду акцентировать внимание, но просто чтобы вы понимали, что каждое такое решение, каждый круг, за ним стоит какое-то количество денег, которые мы либо не дополучаем, либо просто теряем. Например, если мы покупаем дорогой телефон в кредит, то по итогу, то есть мы, во-первых, телефон взяли дорогой, который через год подешевел в два раза. Еще мы и банк переплатили процент в качестве кредит. В результате мы можем потерять чуть ли не 50 тысяч рублей, что по большому счету на одного человека или на двух человек, как хотите. Но это просто какая-то сумма денег, которую мы переплатили, и по факту она ушла из нашего бюджета. Ну, кроме, может быть, разности от первой покупки и от того, что мы его показали всем друзьям, как он у нас теперь классный телефон, мы в большом счете там особо ничего не получили. С одной стороны. С другой стороны, если там про опыту говорить, да, то если мы заранее не планируем, то часто переплачиваем, ну, как минимум, за билеты, за бронирование гостиницы и так далее. Да, если покупаем вовремя, то можем еще и сэкономить. С третьей стороны, если мы покупаем какие-то вещи в сезон или не в сезон, то считаю тоже переплачиваем. Да, вот сейчас лето заканчивается, в общем, наверное, там пора покупать зимние вещи, хотя по большому мы уже поздно, потому что зимние вещи надо было покупать чуть раньше. Тогда мы могли успеть совершенно спокойно какие-то делать закупки чуть ли не оптовые, но при этом заплатить меньше, чем если вдруг нам там осенние ботинки понадобятся в срочном укрепле. С другой стороны, когда мы деньги расходуем, вот там на карточку приходит зарплата, ну, в принципе, на карточке, во-первых, карточка у нас может быть с процентом на остаток, да, где мы можем на те деньги, которые у нас лежат на ней, получить дополнительный процент, а во-вторых, пользоваться, например, кэшбэком, да, то есть возвратом части денежных средств для покупки и возвращать какие-то небольшие, пусть проценты, небольшие деньги, но, тем не менее, это просто дополнительные средства в бюджет. Дальше, если говорить про накопление, да, вот, предположим, если бы мы хотели бы накопить 500 тысяч за 5 лет, то нам пришлось откладывать 8 тысяч рублей каждый месяц. Ну, то есть, понятное, простой математический расчет, делим 500 на 12 и на 5 получаем 8 тысяч рублей. С другой стороны, если мы говорим о том, что, а здесь мы, если мы копим, например, с использованием финансовых инструментов, например, там, депозитов, как минимум, да, под 7%, да, вот, обратите внимание, мы, например, те же самые 8 тысяч рублей, если мы их, там, будем в течение 10 лет откладывать, то мы уже накопим не в 2 раза больше денег, а в 3, то есть за счет именно того, что есть проценты, мы пользуемся вот этим эффектом времени и накопленных процентов. Мы про это обязательно поговорим сегодня чуть более подробно, просто другие немножко расчеты покажу. Если вам кажется, что 10 лет это достаточно большой срок, то будет, на мой взгляд, один для вас интересный пример, который покажет, что срок на самом деле не такой и большой. Так, значит, у вас там, я вижу вопрос про кэшбэк, будет отдельный слайд про кэшбэк, вы, пожалуйста, Елен, вернитесь с этим вопросом тогда, и я на него отвечу. Так же, как и на вопрос про накопление в рублях. Что не мешает вам накопить в долларах, это просто рублевый пример. Следующий момент, это про кредиты, да, сейчас, как вы знаете, вот, например, в пятницу центральный банк у нас снизил ставку учетную до 8%, что это значит для нас? Это значит, он ее снижает постепенно, в течение последнего года, значит, что кредит постепенно дешевеет. Если у вас есть, например, кредит там под 16-20 или еще там, не дай бог, под 25% годовых, сейчас есть возможность этот кредит либо рефинансировать, либо реструктуризировать таким образом, чтобы процентная ставка была меньше. И таким образом вы можете, например, снизить на бруху на свой бюджет за счет заключения выпуска кредита. То есть это надо делать там регулярно, то есть смотреть на то, что происходит вообще за экономикой. 7% практически нет таких вкладов. 7% годовых накопительный вклад, с которым можно, ну, даже не накопительный вклад, а накопительный программ, с которой можно снимать и его пополнять совершенно спокойно в любое время, есть в нескольких банках. У меня лично под 6,5 и под 7. Поэтому кредитная ставка снижается, а банки все равно мутят, в паровой страховку. Прекрасно, мы обязательно все говорим о том, как можно отказаться от этой страховки, потому что есть так называемый период охлаждения. Налоговые вычеты, про них тоже будем говорить позже, но в целом в стране у нас получается, что 15% из нас используют налоговые вычеты и возвращают уплаченный ДПЛ, хотя, в общем, достаточно много денег мы можем вернуть себе в бюджет. То есть это вот просто конкретные и понятные примеры, которые я как и вижу вас, собственно, задели за живое, и они в вашей жизни тоже случались, которые показывают, что если у нас финансовая грамотность на высоте, то есть если мы, в общем, занимаемся этим вопросом, если мы там какие-то знания новые получаем, то мы можем избежать каких-то не очень неприятных последствий в нашей жизни, а может быть, где-то дополнительные вещи. Поэтому, собственно, мы сейчас как раз начнем говорить с вами о финансовом планировании и о том, как планирование денежных потоков, планирование всевозможных используемых финансовых инструментов помогает нам с вами сделать так, чтобы денег стало больше и не стало меньше. Финансовый план – это такая штука, которая отталкивается от цели. Да, то есть почему зачастую мы не оптимально расходуем наши деньги? Просто потому, что мы не понимаем, каким образом достигнуть тех целей, которые перед нами стоят, поэтому нужно для начала четко понять, чего мы хотим. Проводили не раз всевозможные опросы по моему опыту, по моему опыту моих коллег. У нас цели, связанные с финансами, как правило, вот такие, да, вот можете на слайд посмотреть, там, вот если брать топ-10 целей, которые есть у людей, то они, как правило, в этот список укладываются. Можете, кстати, для себя сейчас на них посмотреть, в чат написать, какие цели вам отзываются, да, можно номерами, можно прям конкретными словами, да, вот мне вот, вот, вот я бы хотел, чтобы вот это, да, то есть цель – это то, чего вы хотите когда-то в будущем, да, вот, что люди обычно хотят. Машину, не знаю, там, образование, в отпуск съездить, крупную талу технику купить, долги отдать и так далее. Вот у Сергея 1, 2, 3 и так далее по списку, прекрасно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, пенсия. Про пенсию у вас был вебинар, но мы еще завтра поговорим про пенсию, чуть-чуть про то, как можно, про то, как можно себя, собственно, обеспечить на пенсии самостоятельно. Очень срочно нужно сделать ремонт. Яхта, прекрасно, сейчас остальное, я так понимаю, есть, Виталий, интересно, где вы работаете, можно мне там же работать, чтобы все, что, за чем осталось, мне читать, это о яхте. Финансовая свобода – отличная цель, Дмитрий. Попробуйте сформулировать ее, как он ведь по-другому, что для вас финансовая свобода, а я это прокомментирую. Дальше резервный фонд. Резервный фонд, по самом деле, вот те, у кого нет, это одна из самых важных целей, мы про нее будем говорить завтра, про то, что это такое, что такое финансовая подушечка безопасности, как ее сделать, ничего она нужна. Валюта. Ну, не знаю, что такое валюта, откуда, может быть, накопление в валюте, тогда, как бы, сами по себе накопление в валюте, они, конечно, хороши, но за ними что-то стоит. За целью у нас всегда, за деньгами что-то стоит, поэтому важно понимать, для чего вам нужна валюта, когда можно будет подобрать правильные инвестиционные, финансовые, какие-то другие инструменты, чтобы вы не просто купили валюту, то, что случаев было у меня масса, когда человек там при вот этих колебаниях пусты, хочу новую машину, там непонятно, что будет с долларом, поэтому я сейчас куплю доллары по 60, по 80, вот, а когда мне нужна будет машина, оказывается, что доллар 60, да, и в результате я потерял 20 рублей на долларе просто на одном, просто за счет того, что я не очень понимал, когда мне какие-то будут нужны, и решил, что вот сейчас доллар – это то, что нужно. На самом деле, если брать долгосрочную перспективу, там, с 2000 по текущее время, доллар и евро – одна из самых непривлекательных с точки зрения доходности инструментов. То есть доходность доллара и евро где-то на уровне 6-7 годовых, если в рубли переводить, доходность, например, российского рынка акций где-то на уровне, там, 19-18 годовых, поэтому доллар – не всегда лучшее вложение. Дмитрий, финансовая свобода, чтобы пассивный доход покрывал все расходы. Ну, уже лучше, соответственно, да, если мы сейчас с вами перейдем к тому, как правильно цели формулировать, чтобы понять, что вот, что такое там пассивный доход, чтобы он покрывал все расходы и так далее. И я вам… Простой пример – это на примере отпуска. Например, часто у нас цели достаточно абстрактно звучат, типа там, ну, хорошо бы съездить в отпуск в следующем летом. Или вот, ну, было бы здорово, чтобы финансовая свобода, пассивный доход там покрывал все мои расходы. Вот. Но на самом деле, на самом деле получается так, что это очень такое абстрактное, размытое определение. Деньги, они, к сожалению, требуют четкости, конкретности и формулирование цели в определенных координатах, а именно понимание того, что я хочу. Второе – это понимание того, когда я это хочу, да, то есть в какой срок. Третий – сколько это стоит. И четвертое – есть ли у меня какие-то уже ресурсы для этого. То есть, если говорить про финансовую свободу, ну, я сейчас за вас немножечко, может быть, додумаю и переформулирую, да, там, пассивный доход, чтобы он покрывал все расходы. Предположим, пассивный доход вам нужен, я сейчас опять там сформулирую просто от фонаря, и если цифры вам как бы некомфортно, то переделайте, да. Предположим, я хочу, чтобы мой пассивный доход был 100 тысяч рублей в месяц, и он покрывал все расходы мои. Это будет покрывать все мои расходы. Это не совсем финансовая цель, потому что непонятно, как мне эти 100 тысяч рублей обеспечить. Дальше мы совершаем несколько математических действий и понимаем, что, например, для того, чтобы 100 тысяч рублей у нас был пассивный доход, нам для этого нужен какой-то капитал. Какой это капитал можно посчитать? То есть, какая сумма денег мне будет генерить 100 тысяч рублей в месяц? Вот это уже будет финансовая цель, когда я хочу вот такое-то количество денег, чтобы они не генерили пассивный доход, там 100 тысяч рублей в условиях, да. То же самое с долгами. Я хочу закрыть кредит или в размере таком-то к такому-то сроку, да. Это цель, там, писали, ипотека. Что такое ипотека? Взять ипотеку или отдать ипотеку. Вот чем четче у вас была сформулирована цель, тем больше вероятность того, что вы ее по большому счету достигнули. Поэтому если говорить про отпуск, да, предположим, я хочу в июле 2020 года поехать с семьей, куда-то там, в Крым, Анапол, Болгарию, куда хотите, и это будет стоить мне примерно там столько-то денег. Вот это уже цель, собственно, с которой можно работать. Айгуль пишет, отдать ипотеку как можно быстрее. Это хорошая цель, вполне возможно, но не факт, что она для вас именно лучше, потому что есть ли у вас резервный фонд или нет. Возможно, если вы хотите отдать ипотеку как можно быстрее, но при этом у вас, например, нет резервного фонда, то лучше сделать себе сначала финансовую подушку безопасности, чтобы в случае чего она у вас была, и вы не были зависимы от источника дохода, а потом уже максимально быстро, например, закрывать ипотеку. Тут все взаимосвязано, поэтому нужно для себя четко принимать все цели, и исходя из них уже строить свою финансовую тропедию. Так, дальше двигаемся. Собственно, еще один момент важный. Мы понимаем, что если мы что-то хотим, и это сейчас стоит 600 тысяч рублей, предположим, это автомобиль, который сейчас стоит 600 тысяч рублей, то есть такая штука, как инфляция. Инфляция, по большому счету, ее можно с двух сторон рассматривать. С одной стороны, это снижение покупательской способности денег, то есть через 100 рублей, через два года, вы купите меньше чего-то, чем если бы вы сейчас покупали. С другой стороны, это выражение, по сути, товаров. То есть, предположим, автомобиль сейчас стоит 600 тысяч рублей, но через два года он будет стоить, скорее всего, больше. А на величину инфляции, умноженную на два условия. Поэтому, скорее всего, если вы что-то там себе в будущем планируете, будет полезно посмотреть, как инфляция влияет на стоимость цели. Так, Кирилл пишет про Excel и про ежемесячные доходы-расходы. Да, согласен, но про это чуть позже будем говорить. Ипотеку брать финансово неграмотно, но иногда очень нужно, потому что нужно по каким-то целям свое же ее, поэтому не всегда экономически целесообразно, но иногда может быть финансово грамотно, я бы так вот сказал. Дальше идем. То есть, посмотрите, мы сформулировали с вами цели, мы понимаем, что вот мы что-то хотим, и это стоит столько-то. Дальше мы можем посчитать будущую стоимость цели, и после этого важно понимать, а как нам к этой цели, собственно, прийти, и для этого делается как минимум простой математический расчет, хотя бы даже пока без учета накопления инвестиций. То есть, я хочу новую ноутбук за 50 тысяч рублей, у меня есть старый ноутбук за 8, мы вычитаем из 58, получаем 40 рублей, если, предположим, мы это хотим через год, мы просто делим на 12 месяцев, получаем, что нам каждый месяц нужно откладывать по 3,5 тысячи рублей. И вот получается, что с одной стороны кажется, что новый ноутбук или там новая машина или еще что, это такая большая цель, которую как бы непонятно как прийти, с другой стороны, если мы это развиваем на мелкие понятные шаги и действия, то все, в общем, становится значительно проще. Это касается, по большому счету, любой цели, неважно, это был ноутбук или яхта. Вот, принцип достижения почти один и тот же. Какие есть варианты у нас на самом деле? То есть, у нас есть варианты накопить, у нас есть варианты взять в кредит, у нас есть варианты часть накопить, часть взять в кредит. Ну и по большому счету, все пространство решения лежит вокруг этого. Не всегда кредит оправданная история, особенно потребительские или какие-то микрофинансовые, про это сегодня поговорим еще. Но, в целом, в общем, правило такое, если вы можете себе позволить кредит на что-то, значит, вы можете на это накопить, просто вы это получите чуть позже. И в конечном итоге мы получаем, что, предположим, у нас есть несколько целей. Мы хотим поехать в отпуск, мы хотим сделать ремонт, мы хотим купить автомобиль. На отпуск мы уже накопили 12 тысяч рублей, на ремонт у нас ничего нет, на автомобиль у нас есть предыдущий автомобиль, который стоит, так положено, 240 тысяч рублей. И, соответственно, исходя из этого, мы рассчитываем, насколько нам нужно откладывать на каждую из целей. И дальше начинаем играться и смотреть, а как эти цели друг на друга влияют, и какую можно убрать, какую можно отодвинуть, какую, может быть, как раз взять кредит, для того, чтобы достигнуть. То есть, по факту, составив такую карту, это по большому счету и есть тот самый финансовый план, который помогает вам понять, сколько вам нужно ресурсов для достижения той или иной цели. А дальше на этот план уже можно наворачивать такую историю, как использовали каких-то финансовых инструментов. Кредиты или инвестиции, или какие-то сбережения, или использование расчетных инструментов. Собственно, дальше мы с вами как раз про эти инструменты сегодня и завтра будем говорить. Надеюсь, у вас составится такое общее представление о том, какой вообще ландшафт с финансами в России. По большому счету, вот эти два вебинара – это такая экскурсия в метрофинансов, экономики для жизни, экономики для хозяйства. Поэтому двигаемся дальше. Да, уже сказал, что если цель кажется недостижимой, то можно либо со сроками поиграться, либо использовать какие-то сберегательные инвестиционные инструменты. И что еще можно делать – это можно оптимизировать свои расходы или увеличивать свои доходы. И как раз про это мы сейчас с вами плавно перейдем к теме того, а как заниматься своим бюджетом, как работать со своими расходами, как работать со своими доходами. С этой темой все понятно, я надеюсь. Если мы говорим про каком-то основном ключевой идеи, идеи вот этого блока небольшого, о котором мы сейчас с вами поговорили, это финансовый план помогает двигаться к вашим целям, большими шагами, видеть и использовать дополнительные ресурсы в свой бюджет и не терять денег в пустую. Вот как видите, использовать дополнительные ресурсы в свой бюджет, мы сейчас с вами поговорим. Надо бросать курить тем, кто курит, это лучше, чем тема про кофе. Ну да-да-да, да. У нас был где-то расчет, но я его, правда, не включил, про то, сколько стоит не курить. Сколько мы там считали? У нас где-то тщательно посмотреть, мы там когда-то переписывались. Ну, в общем, что-то одна пачка, там, 100 рублей и так далее. Сейчас скажем, сколько стоит не курить. Коинкипер, да, хорошее приложение, про это сейчас коротко поговорю. Надо больше работать, тогда и деньги некогда будет тратить. Ну, кстати, отличный подход на самом деле, потому что вы и зарабатывать больше будете, и некогда деньги будут тратить. Вот так вот у меня. Я вот все выходные просидел, проработал дома, не выходил никуда и не потратил ни рубля за эти выходные. Прекрасно, мне кажется, отлично. Да, вот мы посмотрели. Если одна пачка 110 рублей, в год 40 тысяч рублей, за 10 лет 400 тысяч рублей, если инвестировать под 10% годовых в облигации, например, это 700 тысяч рублей. Ну, в общем, ваша сигарета вам стоит 700 тысяч рублей. Так, хорошо, двигаемся дальше и переходим к теме управления семейным бюджетом, потому что, да, мы по большому счету достаточно много переплачиваем, совершая те или иные повседневные покупки. Магазин пошли, список не взяли, накидали всего себе в корзину, непонятно чего, потратили на 30% больше, а потом оно полежало в холодильнике, и мы это было получено, выкинули в мусорную корзину. Вот, мы там вспоминаем, что Новый год у нас внезапно наступает 28 декабря, мы вспоминаем, что 31 у нас Новый год, бежим в срочные магазины и покупаем подарки, и в результате, ну, тратим одним словом значительно больше, чем мы, в общем, могли бы потратить, поэтому очень важно управлять теми деньгами, которые проходят через наши руки. И это не так много, на самом деле, достаточно 10 минут в день наведения бюджета, и за счет этого можно минимум 10% от тех денег, которые к вам приходят, сэкономить. Ну, или сберечь, или не сделать нужные покупки, или даже сверху еще получить, да, то есть по факту тратим 10 минут в день наведения личного бюджета, кто, кстати, это делает, напишите в чат, вот, кто ведет учет своих денег, и как это делать, потому что сейчас плавно к этому перейдем. Так, значит, там смешные комментарии про гель, вот, я потом все-таки перечитаю этот чат. Может быть, завтра, кстати, вернемся к тем вопросам, которые сегодня были, если вдруг что-то не успеет. То есть по факту еще раз, 10 минут в день плюс 10% с вами себе заплатили 13-ю зарплату. Как системно управлять расходами за 10 минут в день? Как я уже сказал, надо начинать с учета. О, кто-то в Excel это делает, Finpix, скачивал приложение, собирает чеки. Постоянно экономить, тяжело морально, от этого устаешь, я согласен. Я сейчас чуть как раз про это расскажу. Приложение Альфа-Банки. Сергей, мы рады за вас, что вы не делаете. Блокюр я, кстати, тоже не делаю на этой экономике. Попорно мы с вами. Вот еще в секретах с вами экономика. Итак, как системно управлять расходами за 10 минут в день? Для начала просто учитывайте, сам факт учета уже может сократить ваши расходы примерно на 5-10%. Это просто, ну, вот вы проверено, наверняка, твердит, кто-то это делает, как только вы начинаете записывать все свои расходы, и сразу же вам начинает хотеться меньше тратить. Это факт. Потом, вот вы начали записать, дальше посмотрели на то, по каким категориям ваши расходы распределяются, можно подумать, где можно с оптимизировать. И после этого можно вернуться уже именно к полноценному введению бюджета, то есть когда вы не просто учитываете и оптимизируете, а уже планируете на месяц вперед и держите этот план, который вы себе написали. Да, вот, Наталья, хороший комментарий, попробуйте, Кункипер, Excel мне тоже не помогал. Мы, собственно, к этому переходим, да, к тому, что учет дохода по расходу можно ввести по-разному. Можно блокноты ручки, можно приложение для телефона, можно как раз в интернет-банк, я видел, что там используют приложения для Альфа-банка, можно использовать социальные программы для введения бюджета на компьютере, можно Excel использовать. По большому счету неважно, важно выбрать удобный для себя способ, и вот кому-то Кункипер пошел, а Excel не пошел, да, как бы окей, это хорошо, потому что это ваше решение, и оно вам удобно. И самое главное, чтобы оно было удобно, и самое главное, чтобы вы делали это постоянно, и регулярно анализировали те расходы, которые вы совершаете. И, собственно, когда вы наберете базу, ну, то есть минимум там 2-3 месяца поведите, после этого вы набираете базу информации, и дальше с этой информацией можно работать. Обычно после 2-3 месяцев случаются 2 момента, либо инсайт такой, типа, о, круто, ничего себе, то есть вот это, да, вот как бы, и человек продолжает делать дальше, либо часто это у девушек случается, когда они вот что-то повели, потом говорят, ну, вот нет, я там месяц провела, расстроилась, заплакала, посмотрела на все, и забила, и перестала это делать. Вот здесь надо как бы вот через эту историю переступить, потому что это реально полезная штука. Так, я смотрю, тут в чате уже делится рецептами обедов, как можно обедать, от чего можно отказываться. Причем, это прекрасно. Про учет понятный, я надеюсь, да, то есть еще раз, неважно в чем, важно, чтобы было удобно. В чате уже была информация о приложениях, я тоже вывел на слайд, finance, the money, coinkeeper, family, один из денег, домашняя бухгалтерия, выбирайте любой. Есть отдельное приложение, которое никак не связано с интернетом, просто на телефоне, да, есть те, которые хранят данные в области в интернете, как бы выборщиц огромный, просто очень важно для себя выбрать то, что вам удобно. Оптимизация. Разбили на категории, дальше посмотрели на те статьи, которые занимают больше 5% от общей суммы ваших расходов, при этом важно понимать, и их можно оптимизировать, потому что если какая-то стоя занимает 1% от общественных ваших расходов, ну, наверное, тут как бы особо, ну, не на оптимизируешься ничего, а если это 20%, то, возможно, там есть какие-то запасы, и можно чуть-чуть сократить свои расходы. Здесь еще раз очень важно понимать, зачем вы это делаете. Говорил уже, да, что экономить постоянно не очень психологически легко, согласен с вами, но если есть понимание, зачем вы это делаете, если есть понимание цели какое-то, да, куда пойдут те деньги, которые мы сберегли, которые мы не потратили, тогда вот эта тема оптимизации, она становится даже какой-то игрой. А, вот мне интересно, где я смогу еще не потратить для того, чтобы пустить на финансирование своей цели. Понятно, что часть такие оптимизировать легко, часть сложно. Там, с коммуналкой тяжело, с питанием попроще, с развлечениями еще проще. Сейчас достаточно большое количество бесплатных развлечений, которые, по большому счету, ничего не стоят, но при этом вы получаете такие же эмоции, которые вы получили бы, если вы что-то купили за деньги. И не обязательно сразу весь бюджет оптимизировать, да, то есть это как будто вот, представьте, что если мы садимся на диету сразу, да, то есть понятно, что если мы сразу садимся на диету и голодаем, как бы, ну, у нас начинает напрягать, это тяжело, поэтому мы выбираем одну-две-три статьи для оптимизации, смотрим на них и думаем, что с ним можно сделать. Здесь главное не переборщить, то есть я тоже не призываю там бездумие экономить, там, садиться на хлеб и воду. Важно очень здесь дать вот этот баланс между даже не экономией, а сбережениями, да, то есть несовершениями лишних каких-то затрат и тем, чтобы не потерялось качество жизни. Качество жизни по большому счету первично. Если вы качественно живете, тогда и жизнь в кайфу, вы работаете лучше, да, там, и начинаете как раз видеть, где можно как потратить деньги. Да, Кирилл, правильно, надо экономить отказываться сомнительных покупок, но чтобы понимать, какая покупка была сомнительна, нужно как раз уже записывать вот это все. Маргарита, спрашивайте, спрашивайте, какое ваше приложение хворит? Ну, я лично пользуюсь программой Easy Finance. Многие мои коллеги, друзья, рекомендуют программу CoinKipper. Я и сам не пользовался, но вот хочу в ближайшее время протестировать. Поэтому вот Easy Finance, Zen Money и CoinKipper, это, наверное, три приложения, которые максимально сейчас популярны. Не заходите в ТЦ. Ну, да, как вариант, не заходите в торговый центр, чтобы не было соблазна. Я здесь осознанно не привожу какие-то варианты, на самом деле вы их сейчас в чате можете накидать, кстати, поделитесь, да, например, если у кого-то есть какие-то способы, там, знаете, что-то где-то там не потратить лишнего, поделитесь в чате своим коллегам, вашим коллегам будет полезно кушать перед походом в магазин, но когда это успевать? Ну, и как-то надо успевать. Да, в общем, поделитесь, поделитесь в чате, а я пока двинусь дальше, расскажу про бюджет. Собственно, бюджет – это как раз план ваших доходов и расходов на месяц. Да, то есть это когда вы не просто записываете, анализируете, когда вы говорите, ну вот я там в этом месяце, у меня там на питание уйдет 15 тысяч рублей, и вы полномерно тратите и отслеживаете, сколько вы уже потратили в течение месяца, если вы видите, что потратили 15-го числа 15 тысяч рублей, видимо, придется полмесяца сидеть на диете. Да, ну это шутка, но, в общем, это помогает раздинциплинировать себя и не тратить больше, чем мы могли бы, при том, как раз покупая то, что нам не нужно, или выкидывая это куда-нибудь, да. У кого, кстати, вот есть такая штука, у кого есть дома какой-нибудь там тренажер, велотренажер или беговая дорожка, вот обычно вот все его покупают, а потом он используется в качестве вешалки. Вот, это вот нормальная тема, это как раз вот та самая покупка, которая, да, купилась, а потом вот ничего с ней не делается, да, то есть деньги потрачены в эту скуку. Про расходы поговорили, немножечко прям корпус совсем про доходы. Как можно, ну то есть мы сейчас не будем говорить про то, как можно увеличить свой доход, двигаясь по карьерной лестнице, это отдельная тема, наверное, не этого текущего вебинара, но можно получать дополнительные доходы от каких-то вещей, которые, например, от повседневных расчетов. Когда мы каждый день совершаем покупки, то есть так называемая карта с кэшбэком, вот сейчас там был вопрос, а какую карту с кэшбэком на скуку вы рекомендуете что-то такое. На самом деле, предложений очень много, и я не скажу, что я рекомендую какую-то конкретную. Почему, сейчас объясню, и как это связано с предыдущей темой. Лучшая карта с кэшбэком, это та, которая подходит вам по вашей структуре расходов, да. То есть сначала просто поймите, а на что вы тратите больше, и потом найдите из тех предложений, которые есть, такую карту с кэшбэком по тем, с максимальным кэшбэком по тем категориям, по которым вы больше тратите, да. То есть, ну, то есть, карта с кэшбэком вообще, типа, там, самое лучшее на рынке может быть вам конкретно, не очень выгодно, потому что вы тратите таким образом, что не попадаете в максимальный кэшбэк. Поэтому сначала понимаем, сколько мы тратим на что, а потом выбираем, собственно, эту карту. Вот здесь такой подход. Предложений масса, там, и HomePrenees, и AlfaBank, и T-Cop, прекрасные есть предложения, там, у открытия, по-моему, была неплохая карта с кэшбэком. У Газпромбанка, там, на заправках, если вы много тратите, именно бензин у вас есть заправка. То есть, еще раз, да, предложений много, подберите под свое. Так, про зарплатный проект. У компании зарплатный проект не на банк, а есть личная карточка у банка, имеет ли смысл перевести начисление с него компания отпускает на данную возможность? Но это, скорее, вопрос к компании, а не ко мне. Вот. У меня, например, построено так. Я получаю деньги на карточку Сбера, а потом все перевожу на карточку Типово спокойно, ту сумму, которая мне нужна. Да, то есть, никаких проблем выстроить вам самому вот эту инфраструктуру, причем все это делает сейчас без комиссий. При всем, при том, опять же, что у Сбера есть тоже неплохие фишки, которыми тоже можно пользоваться. Как правило, две-три карты разных банков вполне достаточно. так, еще раз, кэшбэк или какие-то бонусы и баллы спасибо, например, да, я баллами спасибо пользуюсь, покупаю на них потом на Литресе, люблю читать, поэтому для меня это прям спасение. Или, например, карты с начнением процента на остаток, это когда у вас деньги лежат, там зарплата вам пришла, вы ее всю тратите в течение месяца с этой картой, не всю сразу снимаете в банкомате, она там лежит, при этом вам еще какие-то проценты капают, такие карты тоже есть у разных банков. Так, дальше. Кэшбэк от государства это налоговые вычеты. Да, я это просто так называю. Напишите, кстати, в чат, кто пользуется налоговыми вычетами и какими. Да, не просто плюс, а какими. То есть, какие налоговые вычеты, за что вы получали. Можно получать за обучение, лечение, пенсионное обеспечение, там в сумме 120 тысяч рублей, соответственно, 15 600 вычетов на покупку строительства, за ипотеку. И вот мне особенно интересно, кто-то пользовался ли ИИС, и получал ли инвестиционные ИИС. Вот Раиля, по-моему, у меня проскочила и за ИИС получала. Имущественность, страхование жизни, покупка жилья, проценты по ипотеке, ИИС. Еще один ИИС. Так много, но круто. Еще один ИИС. Ну, круто, круто. Слушайте, здорово. Вот. Про ИИС чуть попозже расскажу. Учеба-стоматолога. Да, вот отлично, что сказали про стоматолога. На самом деле, за лечение. Это если в той клинике, где вы там лечите зубы, есть медицинская лицензия, она говорит, какая есть, то за косметологию и стоматологию можно совершенно точно так же получать. За автошколу, за обучение детей можно получать те самые налоговые вычеты. Это не страшно, это не сложно. Один раз разобрались, и дальше это у вас 15 минут в год занимает. За 15 минут заработать 15 тысяч, по-моему, неплохо. Окей, круто. Круто, круто. Круто, правда. Еще. Ну, это просто короткие советы из нашего опыта, как еще можно увеличить доходы. Да, вот продать тот самый велотренажер или беговую дорожку, которую вы когда-то купили на Авито или на Юле. Можно взять какую-то дополнительную работу там в интернете, на основной работе. Можно использовать как раз склады инвестиций, можно использовать какие-то программы государственной поддержки. если вам это положено. Вопрос налоговый вычет можно получить только один раз. Имущественные, да. По инвестиционной вычеты каждый год можно получать, если вы туда деньги вносите. И, соответственно, социальные вычеты тоже каждый год можно получать. Купить акции, но это по факту инвестиции. Да, купить акции лучше даже не одну акцию, а несколько. Лучше даже фонда, чтобы диверсифицировать свои цены в целом. Да, это правильно. Верните слайд. Леонид, какой вам слайд вернуть? Я верну. Про продать излишки овощей из своего огорода. Ну, тоже вариант, если для кого-то это актуально. С налоговыми вычеты. Вот вам слайд с налоговыми вычеты. У нас много сейчас я про это не буду говорить. У нас осталось с вами 35 минут. А нам еще две большие темы нужно пробежаться. поэтому давайте сейчас я долго не буду на этом слайде задерживать свое внимание и двигаемся дальше. Вот. Эти презентации вы все получите. Получите завтра, в конце второго вебинара, поэтому приходите. Вот. Там надо будет выполнить одно небольшое хитрое условие, очень простое, но тем, кто это условие выполнит, мы дадим презентацию. Вот. так, двигаемся дальше. Про увеличение доходов понятно. Давайте я вот этот, наверное, слайд проскочу. Здесь я просто хотел сказать, что, двигаясь небольшими шагами, можно накопить на любую цель. То есть, если вы откладываете по чуть-чуть, начните с небольшой суммы, и постепенно на отдельный целевой счет, на отдельном целевом счете у вас может накопиться достаточно большая сумма. Я сейчас лучше вот на этом слайде акцентирую внимание, потому что вот мне кажется, что сейчас, используя все эти банковские возможности, которые есть, можно все то, о чем я сейчас говорил, достаточно неплохо автоматизировать. А именно, давайте вот такая вот схема, коротко ее поясню. У меня коллеги улыбаются, видимо, вы что-то пишете в чат, я не успеваю с зачатом. Потом прокомментирую. Значит, смотрите, как можно автоматизировать вот эти самые отчисления и движения к цели. Предположим, что вам заодно, ну, не предположим, а как и есть, вам ваш заплат приходит на вашу карточку, и возьмем птичную ситуацию, когда доход семьи 50 тысяч рублей в месяц. Можно больше, можно меньше, умножайте соответствующий образом проецируете эту ситуацию. Ну, вот так, да, то есть, во-первых, вы можете ввести учет интернет-план. Во-вторых, если вы на все деньги или на части этих денег, предположим, что на все используете карточку с отчислением процентов на остаток, то в течение года при 7-ми годовых на остаток такие карты есть, скорее всего, сейчас будут проценты падать, но пока это есть. 3,5 дополнительных тысячи в год можете заработать. Небольшие деньги, но неплохо. Дальше можно настроить автоматизированное отчисление от своих расходов, от своих доходов. То есть, деньги пришли, тут же 5% или 10% перевелись куда-то. Если мы откладываем 10% от дохода, причем на депозит под 6 годовых, а такие тоже сейчас есть, это еще плюс 2 тысячи рублей. Дальше мы совершаем расходы. Если в среднем мы подобрали такую карту, которая дает нам по кэшбэку 3% в среднем расходы, то мы дополнительно еще возвращаем в бюджет еще 14 тысяч рублей. При этом мы можем еще настроить автоматические отчисления от расходов. Это так называемые копилки. И на копилки я про них там дальше чуть-чуть говорю, там отдельный слайд будет про это. То есть, в сумме автоматизируя всю эту историю, вы можете автоматически ничего не делая, во-первых, беречь часть денег, которые вы заработали, а во-вторых, еще там получить на них дополнительный доход. В принципе, все это через банк совершенно спокойно автоматизируется, отстраиваться. Кирилл, вопрос как правильно копить учетную кляксу, мы сейчас постепенно перейдем как раз к теме сбережений, и я надеюсь, что я там отвечу на ваш вопрос. Инфляцию, и частично я на него на самом деле уже ответил, потому что копить надо использовать те инструменты, которые есть сейчас на рынке, доступны там от депозитов и акций, а инфляцию учитывать в том, на что вы эти деньги будете тратить, то есть в формулировке ваших финансовых целей. Наталья оформила карту Аэрофлот-бонус в Бербанк в Сибуре, у меня, кстати, тоже Аэрофлот-бонус в Сибуре, только не в Сибуре, карты Мук привязала к Мужу, замели бесплатно летаем Аэрофлот на два раза в год вдвоем, отлично, да, на самом деле я точно так же использую, круто, спасибо. Как оформить такую карту Аэрофлот-бонус в Сибуре? Ну, вопрос к Сибуре, я надеюсь, коллеги вам как-то это все пояснят. Так, дальше двигаемся. Ну, собственно, короткий, зачем это все, да, и перейдем к теме накоплений. Значит, по большому счету кажется, что ну, что там сейчас денег нет, чем тут управлять, собственно, когда деньги будут, тогда и буду думать о том, как бы, как ими управлять, что-то накладывать, сберегать. На самом деле, здесь привел два сценария. Первый реальный, второй, ну, возьмем так, гипотетические, на которые могли бы быть. Всем известно, что, часто люди, которые выигрывают в утрею, они своими деньгами распоряжаются абсолютно неграмотно, да, вот, например, там, в 2001 году безработные супруги выиграли 29 миллионов рублей, через пять лет у них не осталось ничего, никакого имущества тоже. Да, еще один победитель, значит, потратил 100 миллионов рублей, еще 400 за два года, еще 4,5 миллиона остался дома. То есть, деньги большие, но при этом, ну, как бы, реального улучшения жизни не происходит. При этом, если мы будем пользоваться той стратегией, про которую я рассказывал, да, то есть постепенно откладывать, сберегать, использовать те или иные инвестиционные инструменты, во-первых, в принципе, при доходе нашем, там, 50 тысяч рублей через наши руки очень много денег. А во-вторых, если это мы откладываем, инвестируем, то мы достаточно спокойно можем докопить неплохую сумму. То есть, то, сколько денег останется в наших руках, зависит только от того, как мы управляем, а не, ну, частично от того, сколько мы получаем, естественно, да, но и очень важно называть о том, как мы управляем. Поэтому, давайте мы потихонечку перейдем к теме сбережений, подведя ключевые итоги, то есть, сберегаем, делаем это постепенно, маленькими шагами, начинаем с небольших сумм и ищем учет оптимизации планирования семейного бюджета и не забываем о том, что мы можем так или иначе управлять не только своими расходами, но и своими доходами. Если перейти к теме сбережений и рисков и доходностей финансовых инструментов, то здесь вот я с чего бы хотел начать. На самом деле, тоже такая, на мой взгляд, очень показательная история. Как вы могли стать миллионером, но не стали? Или стали? Не знаю. Я взял ситуацию, когда человек в 2004 году начал, почему в 2004 сейчас объясню, потому что в 2004 году заработало агентство по страхованию вкладов, то есть, все банковские вклады, которые входили в эту систему, вклады в этих банков были защищены государством. то есть, с 2004 года ввести в вложение и сбережения через депозиты стало более-менее безопасным. И вот, если бы в 2004 году человек или семья сберегала по 20 тысяч рублей в год, ежегодно увеличивая сумму на 2 тысячи рублей и вкладывая в депозит по средней ставке, продолжала так делать в 15 лет, то сейчас у нее был бы миллион. Если бы еще в доллар вклад был, не факт, что там было бы лучше на самом деле, вот, но это вполне себе возможно, что да, это было бы чуть лучше, потому что там курсы были другие, но там и вклады по долларам, ставки по долларам всегда ниже, поэтому тут за счет курсовой разницы могло бы. Спасибо за подсказку, попробую бы считать в доллар. Стоимость денег не одна и та же, это понятно, Леонид, тут я с вами не спорю, просто как бы так у вас нет миллиона, а так бы был миллион, неважно в каких деньгах и с какой стоимостью. Как бы, вот и все. Долго, ну, конечно, долго. Где такие процентные ставки, Дарья, еще раз, процентные ставки, как это, средняя ставка по статистике Центрального банка в России, которая была в тех конкретных годах. Ничего не придумано, да, это вот, собственно, к вопросу о том, там, знаем, что происходит или не знаем, что происходит с точки зрения там ставок, инфраструктура и так далее. Это реальность, то есть, это ставки, которые были в те годы. Так что, в общем, ну, это, Ануся, для вас это может быть нереально, вот, так что, ну, как бы, а как за год получили 25 тысяч рублей за один из 2004-2005? Еще раз повторю, 20 тысяч рублей сберегаем в год, да, то есть, мы в первый год вложили 20 тысяч рублей, положили это на депозит, во второй 22, третий 24, четвертый 26 и так далее. Это математика в Excel, биткоин, вложились в биткоин, ага, и сейчас без квартир сидят у меня. Так что, давайте про биткоин не будем. Если кому-то кажется, что вот эти ставки небольшие, да, то вот всегда на рынке находятся такие предложения, которые говорят, там, 30 годовых, 33 годовых. И насколько это много или насколько это мало, и насколько эти предложения вообще реальны. На самом деле, это много, и если вам говорят, что мы вам гарантируем ставку по вашим инвестициям, вложениям больше, чем ставки по депозитам, плюс-минус, да, то это значит, что, скорее всего, вас хотят развести. Да, то есть, вот в частности, когда здесь предлагают инвестировать, там, такие предложения по 30 годовых, говорят, что мы будем вкладывать, там, какие-то, там, добычу золота или разработку недр или еще что-то, это вот такие ставки, это абсолютно запредельная эта история про финансовые пирамиды, про которую мы завтра будем говорить, там, у нас отдельный блок будет. Собственно, давайте так, чтобы вы четко понимали прямосвязь с риской доходности, она очень простая. Чем выше та доходность, которую вам обещают или чем выше доходность финансового инструмента, которую вы видите, тем выше по ним риски. Если мы говорим о том, что депозиты, они доходы сдают небольшую, но при этом они в России относительно безгриска высокие, в пределах суммы, там, 1 миллион рублей, 1 миллион 400 тысяч рублей. Облигации, если говорить про облигации государственные, то они имеют надежность на уровень депозита, при этом доходность плюс-минус сравнивают. Доходность по облигациям государственным на уровне 7 годовых сейчас там, а если говорить про коммерческие облигации, то они могут быть выше. Я, кстати, сейчас второе предложение пока с вами рассказываю, в моменте посмотрю, какие сейчас у меня доходности по облигациям. Недвижимость, как приобрести облигации, хороший вопрос, расскажу. Облигации покупаются через брокера, брокер это такое юридическое лицо, которое обеспечивает вам доступ к бирже, к покупке любых ценных бумаг, включая те же самые облигации. Одна облигация, как правило, стоит 1 тысячу рублей. Внесли 30 тысяч рублей, накупили на 30 тысяч облигаций, можете купить 30 разных облигаций, можете купить 30 облигаций одной компании, неважно. Можно покупать через индивидуальные инвестиционные счета. Кирилл, сайт брокера или компании, ну, 5 самых топ-крупных брокеров это ПКС, финалом это открытие, есть брокерские условно там компании у Сбербанка, у Альфа-банка, у ВТБ, у Газпромбанка, то есть у всех крупных банков есть, там брокерские подразделения, да, можно это делать через них, что тоже вариант. Так, Альфа-банк, как, наверное, другие, предлагают вкладывать деньги в инвестпакет с доходностью 20% в год. Это реально? Надо посмотреть, что за пакет, скорее всего, там нет гарантии доходности, скорее всего, там ожидаемые доходности, они не говорят, там может быть гарантия защиты основного капитала, то скорее всего, это либо какие-нибудь структурные продукты, либо инвестиционное страхование жизни с негарантированной доходностью 20 годовых с потенциальной, а вот при этом возможность даже с защитой капитала. Вот. Будет у вас эта доходность или нет, зависит от поведения того или иного актива на фонда в рынке, то есть надо смотреть условия, но в целом деньги вам вернут, но будете там доходность или нет, никто вам не гарантирует. Так что, да, это может быть реально, ну, в смысле, что такие продукты могут быть реальны, это не финансовые пирамиды и не мошенничество, но там скорее просто нет гарантии доходности. Так, давайте дальше, давайте дальше. Итак, с риском доходности примерно понятно, да, ОМС это безличные металлические счета, то есть инвестиционные драгоценные металлы, поэтому, еще раз повторю, чем выше доходность, тем выше риск. Если вам говорят, что там высокая доходность, при этом рисков вы там не видите, вы просто их не видите. То есть, важно понимать, что они там есть, просто вы их не видите. Поэтому, прежде чем начинать регулярно сберегать, вот это вот правило нужно понимать. Как сберегать, как делать это эффективно? Коротко пробежимся, еще раз, должна быть цель, продвижения должны быть регулярными, защищаем от капляции, как минимум, не храним дома под подушкой, а вкладами композит под банковский процент, либо часть переводов в валюту, если для вас это актуально. И чем раньше мы начинаем сберегать, тем лучше. И используем так называемый эффект сложных процентов. Значит, если коротко, то есть два примера. Значит, девушка Александра положила 100 тысяч рублей на вклад с капитализацией под 7 годовых, в конце, естественно, она получит 7 процентов под 100 тысяч, это 7 тысяч рублей. Если она положила на вклад с капитализацией, то есть проценты начисляются не только на основное тело, но еще и на те проценты, которые накопили в процессе, она, в общем, получит всего лишь, правда, на 299 рублей больше, но кажется, что это мелочь, но это на горизонте одного года, потому что, по большому счету, по большому счету, сложные проценты начинают работать на длинном горизонте, и если мы говорим про инвестиции те же самые 100 тысяч рублей на трок там 1, 2, 3, 4 и так далее 20 лет под разную ставку, под 5%, под 10%, под 15%, под 20%, то, соответственно, и сумма бывает разная. То есть, обратите внимание, что нормальный эффект сложных процентов начинает работать после примерно 5-7 года. Если вы говорите, можете посчитать стройку дома, то давайте с вами вспомним первый слайд, который я показывал, когда с 2004 года вполне реально себе было по 20 тысяч рублей в год и регулярно индексирую эту сумму и еще используете самые сложные проценты, 15 лет себе вполне нормально сделать период. Поэтому про доходности 5-10-15 годовых это много или мало? Вот, собственно, пример на то, на какую доходность вы можете рассчитывать, идентируя те или иные финансовые инструменты. в позиции 5-7 годовых облигации, ну, если говорить про гособлигации, они сейчас где-то там от 6,5 до 15, 15 это высокодоходные, высокорискованные облигации, вот, в них не факт, что можно инвестировать. Недвижимость, рентная, доходность, недвижимость, если вы сдаёте в аренду, сейчас на уровне где-то 4-6% в годовых, соответственно, можно потенциально рассчитывать на рост, но не факт. Обязательно металлические счета, то же самое золото, которое считают очень надёжным активом, на самом деле риски там достаточно высоки, стоимость золота сильно колеблется, можно получить и 20 годовых, а можно и получить и убыток, то же самое, что и с акциями. Если говорить про российские акции, за последние 15-20 лет средняя доходность российского рынка акций была где-то на уровне 18-16-18 годовых. Так, вопросы. Иностранный банк вкладывать будет ненадёжнее? Я не знаю, что вы имеете в виду под иностранным банком. Если вы имеете в виду банк, например, Rayfizen, который расположен здесь, в России, ну как бы эта дочка это иностранного банка, то, ну, надо смотреть на рынки, но в целом, да, они на уровне ненадёжности, ну, то, что взбьет, что в Rayfizer, ну, как бы без разницы. Если вы говорите про иностранный банк, который расположен за пижоном, то это не самая простая история. Во-первых, что вы туда попали, вас еще туда не в каждый банк возьмут из России, во-вторых, ставки, там, например, в Европе сейчас ставки по евро по депозитам отрицательны, да? То есть, его размещаете в позит. Вот такая вот история. Так что, не факт, что выгодно, ненадёжно. Почему недвижимость выше, чем облигации на графике? Ну, тут плавает история, все зависит от того, какая недвижимость, все зависит от того, какие облигации, они одним цветом покрашены, вот, потому что, если вы берете там недвижимость на уровне застройщика и хотите это перепродать, это рискованно, ну, было во всяком случае. А если вы покупаете облигацию, например, не знаю, Сбербанка или ОФЗ, то это там достаточно надёжно. Вот, если вы наоборот покупаете там квартиру во вторичке в хорошем районе и издаёте её, то это надёжно, а покупаете облигацию не знаю, как у нас сибирского гостиницы, который все скинул, 17 годовых просил складывать, то это рискованно. Поэтому плюс-минус, как бы, так, кредитный потребительский оператив, ваше мнение. Вот это сложная на самом деле история, потому что КПК, есть нормальный КПК, вот, но часто под КПК, как это, они мастеруются, финансовые пирамиды под них мастеруются. Поэтому там очень надо чётко, очень надо точно смотреть, что за КПК, есть ли он там в реестре ЦБ, там условия и так далее. Потому что те, которые идут на рынок, которые активно себя там пиарят, позиционируют, рассказывают про себя, то, скорее, зачастую это про, на самом деле, про то, что с пылесоси деньги. Вот. Можно ли заниматься инвестирами, если есть непогашные кредиты и лучше сначала сгасить и долги? Опять, Антон, ну, хороший вопрос, на самом деле, очень хороший, и, к сожалению, у него нет однозначного ответа. Надо смотреть, что у вас за долги, надо смотреть, сколько у вас инвестиций. Как правило, я рекомендую так. Сначала сделать небольшой резервный фонд, чтобы на вас был, потом максимально закрывать долги, это не касается ипотеки, потому что ипотека очень длинная. После этого, значит, уже заниматься инвестированием. Но, если у вас есть возможность, например, открыть ИИС, получить налоговые льготы и инвестировать через ИИС, то можно это делать, потому что вы дополнительно получаете еще там 50 тысяч рублей от государства, предположим, которые там можно там либо реинвестировать, либо также пустить на выгнутый кредит. Поэтому тут все зависит от вашей ситуации, к сожалению. Но если это, скажем, очень дорогие кредиты типа МФО или каких-то потребов или еще что-то, то однозначно, или кредиты какие-то дорогие, то однозначно лучше ее. ОМС – это обезличенные металлические счета, можно инвестировать через них в золото, серебро, плотинные полы. Так, так, так. про ПИФО что-то было, ПИФО не рассматривать. Понимаете, ПИФО – это упаковка для инвестиций. ПИФО – это инструмент, потому что ПИФО – бывает облигаций, ПИФО – бывает, которые вкладывают в золото, ПИФО – которые вкладывают в акции. Я намерен их сюда не унес, потому что инвестируя в ПИФО – вы по факту инвестируете в акции просто через инструмент коллективного инвестирования, так называемого. Поэтому, да, ПИФО и ETF, как фонды, мы рассматриваем, как инвестиции, но важно понимать, что это за ПИФО. И все ПИФО – одинаково полезны, как в той рекламе проезда. Да, значит, так, что вот так, мне что-то коллеги предговорят, мы успеваем, мы до 4, на завтра, но мы все равно его начнем, я думаю, с последнего, потому что у нас сегодня до 11.30 мы спокойно можем, у нас нет финальной части. Поэтому, да, анкета-обрансвязи завтра, она поэтому, а не сегодня, и когда, хорошо. Когда там, хорошо, значит, вот кто-то сказал ММН доходный дом-селинга фонд Алист самый надежный, вот если вам предлагают вкладывать какой-нибудь Форекс, генерные акционы, Skyway, криптовалюту, вот лучше туда вам конкретно, как мне кажется, не вкладывать, если вы не профессионал, который давно в теме финансовой. Давайте мы так чуть-чуть пробежим, я опущу, наверное, про депозиты, потому что про депозиты вам всем понятно, у вас будет презентация, здесь мы просто, иногда важно пересмотреть, насколько выгодны у вас депозиты, возможно найти более лучшие условия и выбрать его под те цели, которые конкретно у вас. С другой стороны, мы хотели накомнить, что есть агентство по страхованию вкладов, и что все деньги, которые у вас на одного вкладчика в одном банке, они застрахованы в сумме до 1,4 миллиона рублей, при этом важно понимать, что средства на безличных металлических счетах, институтное страхование жизни, копительное страхование жизни, они не застрахованы. Да, вкладывать в эти, это прекрасно, согласен. Что вам могут продать в банке вместо депозита, так называемый мисселинг, это важная история, на которую я хочу обратить внимание, когда вы приходите, например, в банк, вам могут зачастую вместо депозита предложить какой-то продукт, например, накопительное страхование, или инвестиционное страхование, это те самые программы под 20 годовых, которые, возможно, речь шла в альфа-планте, или программы МПФ, или то же самое индивидуальное инвестиционное счет. Все это хорошие продукты, но не факт, что они вам подходят. Если вы хотите вложить деньги на депозит, нужно вкладывать на депозит, потому что из релиза деньги выйдут 3 года, ну, точнее, вы сможете вывать, но вы потеряете право на налогу и вычет, а если вы вложили в ВСЖ или НСЖ, там есть так называемый наискутный, то есть через год вы не сможете забрать, если сможете, то 20-30% подложенных денег, поэтому, если вы пришли денег в вкладку на депозит, то должен быть депозит. Решение по там МИИСу, ИСЖ, ИСЖ, ИНПФ надо принимать отдельно, не ведясь вот на те истории, когда вам в банках могут предложить какие-то дополнительные продукты. Страхуются конкретно вклад-счеты, может быть, несколько часов вкладов в одном банке и страхуются общая сумма. Страхуется общая сумма, Андрей, на вас, в одном банке. Все счета на одного человека в одном банке до 1,4 миллиона рублей. Вы можете в трех банках открыть, в каждом по 1,4 миллиона. Через сколько выпуток будет, если банк накроется? Да, 2-3 недели, все правильно, эта система абсолютно нормально работает, проверена, в том числе, моими родителями. Он лежал в день в банке, который связной, он благополучно в свое время накрылся, и, в общем, все прекрасно вернуло. Так, дальше двигаемся. Про автоматические копилки мы уже говорили, да, здесь просто примеры того, как это можно копить, какие есть сервисы в Сбербанке, в ВТБ, в Альфе, в Кроме, в Брайфе что-то похожее, по-моему, они собирались сделать. Это когда вы можете копить вот своих расходов, да, поставьте, там, не знаю, один процент своих расходов, и там по рублю, по два, по пять у вас будет списываться на отдельный счет. Деньги небольшие, все будет происходить незаметно, и при этом накопится вполне приличный. Про валюту. Если вы покупаете валюту, да, сегодня речь шла уже о том, что, как бы, валюта – это такая история, которую тоже, там, валютные сбережения тоже можно иметь. Покупайте регулярно небольшими суммами и не стремите угадать курсы, потому что это, там, невозможно, вы, скорее, потеряете. Лучше делать это онлайн в банках в приложениях, либо, если у вас сумма больше тысячи долларов, это можно делать на биржу, но ни в коем случае не идите и делайте это через Форекс, через, так называем, Форекс-конторы, которые приглашают вас торговать на валюту рынка. Потому что, по факту, никакую валюту вы не покупаете, вы не делаете ставки на то, чтобы, какая-то валюта вырастет, а какая-то упадет. Часть денег 20-30% под суммой сбережений, да, я вас поддерживаю абсолютно. Причем сейчас скорее лучше в доллар, чем в евро, потому что по евро еще и ставки отрицательные, так что страховка вхранляет тот банк, в который вкладываешь, и это речь с Карибской уйдет про страхование вкладов, она включается по умолчанию. Все крупные банки входят в тему страхования вкладов, что дополнительно не оформляется при вкладе. То есть, если вам говорят, давайте мы вам форму страховку вкладу, это какая-то фигня, и что-то вам там вас стараются разводить. Какие риски по ИИС? По самому ИИС никаких рисков, риски по тем инструментам, которые вы вкладываете в ИИС. Давайте еще два момента как раз про облигации и про ИИС. Государство выпускает облигации, так называемые облигации федерального займа. Доходность по ним, на мой взгляд, равна надежности по ним, на мой взгляд, равна надежности по вкладам в крупных банках, в Сбере, в Сбере, в Сбере, в Газпромбанке. Потому что по факту надежность этих облигаций гарантируется государству. Доходности могут быть на уровне больше, чем по вкладам. Например, по ФСС сейчас доходность где-то на уровне процентов годовых. При этом вклад в Сбербанке кто-то мне сегодня писал, какая там 5,5. То есть можно купить облигацию. Если вы купите облигацию Сбербанка, то по облигации Сбербанка, вот я зашел, например, и облигация Сбербанка на 2 года по ней доходность 7,36 годовых. То есть вместо того, чтобы покупать и вкладывать в депозит Сбербанка под 5,5, можно купить облигацию под 7,36. Надежность будет абсолютно одинакова. Поэтому посмотрите, почитайте, если сейчас быстро про все бежим, то есть про облигацию федерального замена, вообще про облигацию, на мой взгляд, это лучший инструмент, который можно инвестировать, если вы открываете индивидуальный инвестиционный счет. вот здесь вот уже говорили, что Раиля как раз пишет, Раиля очень продвинутый у нас пользователь, финансово грамотно, четко вижу по ее вопросам, по ответам, которые она дает. действительно вы можете вложить до миллиона рублей, но налоговую вычету вы получите на сумму до 400 тысяч рублей, при наличии у вас естественно это вычет тепла, когда вы официально работаете, поскольку мы здесь все с вами понимаем, что вы официально работаете, вы платите ТПЛ, у вас есть 15%, поэтому для вас посмотрите, пожалуйста, почитайте в сторону индивидуальных инвестиционных счетов, что это, зачем это, как это. Лучший вариант, на мой взгляд, это открытие индивидуальных инвестиционных счетов, купить облигации федерального займа и купить облигации надежных российских компаний, при этом вы получите доходность на 8 годовых и еще сверху там 13% от 400 тысяч, например, это еще 52 тысячи в год. Сроку облигации депозит права, если готов инвестируй в облигации, срок не минус года, лучше три года. Ну, в общем, да, тут инвестиции мы по большому счету закончили, говорим о том, что сберегать важно, говорим о том, что хотите, если вы хотите быстрее, важно сберегать, использовать депозиты или облигации, дополнить, чем выше доходность, которую вы предлагаете, тем выше риск. у нас есть еще 5 минут, пока я тут поотвечаю какие-то вопросы еще. Давайте так, да, чтобы у нас 5 минут. Складка вопросов, открою сейчас складку вопросов, что там у нас было? Ну, вопросов. Все были в чат вопросов. Прекрасно. Так, что у нас осталось из вопросов? Посоветуйте книги по программам. О, классно. Значит, давайте я вам посоветую не книги, а посоветую сайт. Сайт называется вашфинансы.рф. Это сайт национальной программы повышения финансовой грамотности, которую делает ФИН, в рамках которой, собственно, проходит. Сейчас я его даже попробую в чат написать пару ваше 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 там куча материалов по финансовой грамотности. Как оформить критик без получения навязанной страховки? Про это как раз завтра хотел поговорить. У вас всегда истекся отказаться. Надо почитать конкретные условия. Есть ли предложение для телефона, чтобы покупать, продавать ОМС самому через брокер? Значит, обезличенные металлические счета открываются в банке, в банковском приложении у вас отображаются. Это делается не через брокера. Если акция облигации покупается через брокера, то покупка драгоценных металл осуществляется через банк и через предложение банка. Где можно подробнее посмотреть по ИИС? На сайте Московской биржи. Наберите Московской биржи ИИС. Это их по сути продукт, условно. Там у них есть презентация, видосики про ИКИС. Все там в общем расписано. К сожалению, на завтра у нас нет вебинара. Пошлите, пожалуйста, презентацию. Разошлем. Не знаю, коллеги, наверное, как-то разошлю эту презентацию. Есть вебинар завтра. В общем, придет приглашалка. Завтра можно будет скачать презентацию, потом ее тоже, я думаю, что чуть позже разошлю. Ваши финансы. РУ. Ну да, все равно что ваши финансы. РФ. Так. Так, что-то я нажал. Вопросы. Так, еще вопросы. Так, вам на самом деле огромное спасибо. Очень классно, вообще, очень живо реагируете, верите друг с другом. Даже шутки какие-то. Про меня очень понравилась шутка про маникюр, Сергей, я прям запомню. в том числе. Спасибо. 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 Продолжение следует...